РБК Как говорят еще столько же некоторых, не очень важная сделка, которая пройдет в выходные между ОПЕК и странами, не входящие в ОПЕК. Цена вопроса это диапазон от 500 до миллиона баррелей в сутки сокращения уровня добычи полезных ископаемых. И вот что характерно, в преддверии этой сделки, наверное, стоит посмотреть на вчерашние данные по запасам от Американского института нефти, которые вышли на радужную территорию, минус 2,2 миллиона баррелей. Однако нефтяные котировки ростом эти данные от Американского института нефти не отметили. Видимо, все-таки нужна более важная фундаментальная информация для того, чтобы нефть прошла отметку 55 долларов за баррель и устремилась вверх тем прогнозам, которые в западные инвестбанки дают на 2016 год, на 2017 год, а именно 60 долларов за баррель и даже выше. У телезрителей на нашей странице в социальной сети ВКонтакте мы спросили следующее. Если переговоры ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, провалятся, то цена на нефть составит двоеточие. 50 долларов за баррель считает 50% опросных телезрителей, текущее значение считает 35%, то есть фактически соглашение в цене, точнее не соглашение в цене. И 55 плюс долларов за баррель считает 16,5% телезрителей. Будем надеяться, что нас слышал наш сегодняшний эксперт, это Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «А-Маркетс». Артем, я вас приветствую. Ну и вот предлагаю вам рассудить зрительское голосование, а затем мы перейдем с вами к теме. Ну, что касается оптимистичных ожиданий, я, пожалуй, бы их не стал поддерживать сейчас. Я вообще традиционно считаю то, что черное золото, будь то бренд WTI, это аутсайдеры рынка. Это совершенно очевидно. И то, что договоренность, которая была достигнута в прошлую среду, это совершенно не тот базис, который можно сейчас использовать, чтобы объяснить исключительно бычье будущее для этого актива. Да, впереди очень важная сделка, но, наверное, все самое интересное мы уже услышали. Сам факт прошедшей встречи ОПЕК, те условия сделки, которые были оговорены, и еще более важный релиз, который уже подвел итоги фактических уровней добычи со стороны всего Ближневосточного картеля по итогам ноября. Я думаю, что те, кто следит за тем, что происходит с черным золотом, знают то, что на текущий момент фактически объемы добычи превышают уже 34 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, возвращаясь к той цифре, которая легла в основу сделки, это коррекция предложения на 1,2 миллиона, это, конечно же, уже все в прошлом. Такое ощущение, что ОПЕК как будто бы не думал наперед, какие цифры сейчас показывают те же самые подобычи Саудовской Аравии, Ирак и Иран. Если мы сейчас с вами говорим о цифре 34,2 миллиона баррелей в сутки по производству и сравним с тем показателем, который наблюдался месяцем ранее, это 33,6, получается, что ограничивать производство с текущих уровней нужно уже не на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а на 1,8. Это, на мой взгляд, абсолютно неподъемная цифра по коррекции. И, конечно же, отказываться от эквивалента доли рынка с учетом таких планок уже не будет никто. И поскольку я уже отметил то, что считаю, что бренд и WTI являются аутсайдерами, мне приятно сейчас наблюдать то, что вот эта эйфория от сделки, она начинает сменяться адекватной реакцией и разочарованием, связанным с тем, что все-таки черное золото пойдет вниз. Поэтому я считаю то, что тем, кто ориентируется на трейдинг сейчас и пытается спрогнозировать будущее котировки обоих активов, нужно также быть большим реалистом, смотреть на цифры и статистику и понимать, что факторов для разгрузки куда больше. Насколько близка вот встреча, которая пройдет в выходные, к басне Крылова «Лебедь, рак и щука» сейчас? Очень близка, действительно. От России хотят то, чтобы, в принципе, не от России, скажем, от регионов, которые не вхожи в эту организацию ОПЕК, в основном это Азербайджан, соответственно, Казахстан и Россия, планируется, что они также поддерживают те инициативы договоренности, которые были озвучены ОПЕК, и присоединяются к этой сделке и будут корректировать объемы добычи. 600 тысяч баррелей в сутки. Россия может взять на себя 300 тысяч, правда, еще пока точно неизвестно, в каком формате это снижение будет заключаться. Либо Россия просто скорректирует с текущих уровней, которые находятся на историческом максимуме, ну, с постсоветского уже пространства, 11,2 миллиона баррелей в сутки. Либо Россия просто притормозится реализацией дальнейших инвестиционных проектов и не будет наращивать производство дальше, вот, в первом полугодии 2017 года. Но 300 тысяч, 400 тысяч, даже если Россия возьмет на себя все 600, что, конечно же, нереально, это не исправит ситуацию, потому что, как я уже отметил, сокращать нужно на гораздо большую планку, чем вот эти 300. Артем, ну, правильно ли можно сейчас понимать ситуацию, что вот данные по запасам нефти от Американского института, от Минэнерго США, они сейчас опять уходят на второй план, потому что вот эта вот сделка, это как бы топ недели, да, то есть это основное событие. И, соответственно, после того, как эта сделка закончится или, например, не закончится, вот в этом случае уже вот эта статистика по спросу предложения, она снова выйдет на первый план, потому что реакция сегодня была антимакроэкономическая, скорее всего, наверное, 18-30 сегодня по московскому времени, когда будет уже Минэнерго самого рапортовать, не будет никакой реакции. Вот это будет говорить о том, что актив, который перестал реагировать на положительные новости для себя самого, он хочет, получается, на коррекцию пойти? Я понял. Вопрос по поводу того, что эта статистика ушла на второй план. Я думаю, что не стоит пока делать такие выводы, поскольку, ну, вчера не отреагировали мы на отчет Американского института нефти. Это частная оценка, по сути, она не так объективна. Минэнерго – это отчет, который круче уже. И сейчас даже нужно будет сделать ставку не на саму цифру по запасам, а на ту, которую многие игнорируют, хотя она также публикуется в момент выхода запасов. Это объемы добычи со стороны США. Ведь если мы снова вернемся к будущим перспективам всего рынка черного золота, мы будем говорить о тех игроках, которые сейчас могут нейтрализовать эффект от ограничения производства. И это игроки, которые могут, вопреки всем трендам, которые сложились, и тенденциям, и договоренностям, увеличивать производство. США – это, кстати, один из них. К примеру, если мне не изменяет память, опять же, на прошлой неделе, на паза прошлой неделе, у нас был прирост в соответствии со статистикой США, плюс 9 тысяч баррелей в сутки. И текущая цифра добычи составляет уже 87. Вы посмотрите, что происходит с количеством нефтяных терминалов. По отчету Бейкер-Хьюз, который завершает всю неделю, мы уже добрались до планки показателя в полтысячи нефтяных станций. И это невзирая на то, что речь идет о сланцевом производстве, которое, в принципе, давно должно было уже загнуться, поскольку цены на нефть были гораздо ниже того уровня, который считается значением и допустимым, скажем, уровнем рентабельности. Однако сланцевые производители доказали всем, что используются такие технологии, которые позволяют по себестоимости чуть ли не выводить на рентабельность, соответственно, даже с традиционным способом разведывания. Если мы росли по количеству терминалов тогда, когда кассировки были ниже 50, то сейчас все козыри на руках, чтобы продолжать делать ставку на то, что в ближайшее время мы перевалим вместе со статистами, которые следят за этим отчетом, за планку в 500 терминалов. И, соответственно, производство США может подняться до 8,8, по 8,9 миллионам. Это тогда, когда нам обещали, что в середине 2017 года производство США будет ниже 8,5. Спасибо. Спасибо. Это был исчерпывающий ответ Артема Деева, ведущего наличия инвестиционной компании «Ампл».